всем привет вы на канале вышивка плюс сегодня хочу показать что я заказываю на алиэкспресс меня девчонки спрашивают просят показать но я в последнее время не так часто делаю там покупки когда мне нужны были бусинки разные я заказывала но время прошло и я не могу ссылочки дать на эти товары потому что когда проходит какое-то время то ссылки уже не актуальны то есть выходишь на эту страницу а этой странице там нет продавцы размещают новым лотом на свой товар а старые уже не активны поэтому на покупке нужно ссылки давать сразу вот что я сейчас и делаю вот эти вот товары я получила на этой неделе и хочу вам показать думаю что ссылки эти будут рабочие я оставлю эти ссылочки под видео если вам нужно можете воспользоваться я оставляю ссылки только на те товары которые приходят быстро качественно без нареканий если что-то меня не устраивает то я эти товары не показываю они показывают либо показываю но ссылки на них не даю в общем вот на эти товары к этим продавцам у меня нет никаких нареканий никаких претензий я полностью довольна качеством товара в общем первое что я заказала это были ножнички вот такие вот ножнички а это ножнички 9 сантиметров у меня уже есть цапельки но я люблю ножнички поэтому заказала вот эти здесь идет вот такой вот предохранитель для того чтобы не погнулись кончики вот сейчас я его сняла металл мне нравится хороший но наверняка вы знаете что ножнички которые мы используем для вышивки ими нельзя резать соответственно не проволоку даже толстую леску нежелательно резать для того чтобы они долго служили ну уж тем более нельзя резать ногти поэтому мои ножнички хранятся отдельно в моих коробочках чтобы никто из членов семьи не мог до них добраться так это клей клей это клей вот этот наконечник похоже был приклеен так но я сейчас его одену пока я этими ножничками не пользуюсь у меня в работе есть ножнички но заказала на запас дело в том что когда я заказывала год назад ножнички они были в два раза дешевле я сейчас уже жалею что я не заказала побольше потому что за год уже мои ножнички затупились но что интересно они не теряют особо внешний вид и возможно прослужит долго но скорее всего эти ножнички нельзя будет точить то есть со временем нужно будет их заменить хотя в принципе я еще не узнавала можно или нельзя точить но но все-таки решила купить про запас у меня дочка растет внучка у меня родилась поэтому я думаю в нашей семье рукодельницы ножнички не будут лишними вот такие вот ножнички красивые уже у меня есть такие я ими пользуюсь пользуюсь ими год но вот почему я вам говорю что нежелательно резать леску я вот такими ножничками леску резала и немножечко они стали зажевывать нитку ну я в общем то заказала себе вот такие новые теперь буду их беречь и еще у меня был такой опыт были слипшиеся бусинки и я ножничками пыталась их разделить в общем мне жалко было мои ногти ногтями никак я не могла разделить эти две бусинки они были склеены я это сделала вот такими ножничками но вот поэтому я вас предупреждаю что все-таки эти ножнички для мелкой работы хотя конечно же конечно же металл в этих ножничках хороший металл мне нравится и вот у этих ножничек за . острая она острее чем вот в этих ножничках и они больше они 11 сантиметров а когда покупаете ножнички смотрите описание вот эти девять эти 11 лично мне удобнее пользоваться вот такими 11 сантиметровыми ножницами но вот эти ножнички у меня походные когда я еду с мужем на рыбалку там вышиваю либо на дачу то у меня в коробочке лежат маленькие ножнички они тоже нормально режут и знаете что удобно вот такими маленькими ножничками у ричарда выстригать репьи они не такие острые как вот эти а такими ножничками можно поранить большими ножницами можно поранить собачку а вот такие они тупые ножнички и маленькие мне Мне удобно вырезать репьи, у нас же Ричард пушистый, и как раз мы были на рыбалке, пока я вышивала, он бегал по кустам, и потом пришел ко мне в машину, и невозможно было вытащить эти репьи, и вот такими ножничками я очень быстро справилась, и тем более их вот так в руках держишь, собака их не замечает и не нервничает. Когда берешь большие ножницы, собака боится. Ну, в общем, у меня эти ножнички не только вышивальные, но они у меня еще и получились парикмахерские для стрижки собаки. Конечно же, не для стрижки, я шучу, стрижем мы в парикмахерской его, но вот когда нужно вырезать колтуны или репьи, в общем, я прекрасно справляюсь вот такими ножничками. Это, знаете, так на заметку тем, у кого пушистые собачки. Вот, в общем, нормально. И что интересно, ножнички не испортились, когда я отрезала шерсть собачки. У меня цапельки были, они тоже такого же размера, цапельки 9 сантиметров, вот, а эти вот другое немножко формы. Ну, вот эти у меня любимые ножнички, очень красивые, есть золотые, это бронзовые, есть еще серебристые. Я заказывала золотые в подарок, дарила, вот, но мне бронзовые понравились больше. Ну, хотя это дело вкуса, конечно же, дело вкуса, можете выбирать по своему вкусу. Я вам оставлю ссылочки на эти ножнички и на золотые, если есть, там они еще у этого продавца. Ну, в общем, какие варианты есть и какие я заказывала, я вам оставлю. Можете открыть описание. Кстати, многие девчонки не знают, как открыть под видео. Внизу есть маленький-маленький треугольничек, открываете и там описание к видео. И вот там будут все эти ссылочки, а также ссылочки на другие мои каналы, на мои страницы в соцсетях. А кто добавляется в соцсети, обязательно пишите, кто вы и откуда, кто молча добавляется. Девчонки, я не добавляю. Вот они, цапельки. Это цапельки 11 сантиметров и походные у меня есть 9 сантиметров. Это я для Алины покупала. И еще для Алины я покупала ножнички, очень красивые, бензиновые, в форме гитары. Но, к сожалению, Алины нет, я не могу найти эти ножнички. И я вам сейчас поставлю скрин, картинку, какие я заказала. Очень красивые, они так переливаются. Алинка попросила на день рождения гитару, мы ей гитару подарили. И заказала я для нее в комплект к гитаре вот такие рукодельные ножнички. Замечательные тоже и металл хорошие. Ну, в общем, мы покупкой полностью довольны. Также ссылочку оставлю. Ну и теперь перейдем вот к этому набору. Атами Шоп. Я не особо люблю нитки, которые в наборах Ами Шоп. Хотя они по качеству очень хорошие. Я вышиваю маячок. И, в принципе, нитки неплохие. Не рвутся, не слоятся. Нормально подобраны цвета. Но если выбирать, вышивать Диэм Си, либо Ами Шоп, конечно же, я выберу Диэм Си. Ну, я не люблю нитки СХС. Но девчонки говорят, что вот в этих наборах нитки похожи на СХС. Хотя очень многие вышивают нитками СХС. Они от них в восторге. Но я не люблю нитки с добавлением синтетики. Хотя я хочу сейчас поджечь эти нитки и проверить, синтетика это или нет. У меня давно возникали такие сомнения. И давно хотелось проверить. И, в принципе, мы сейчас вместе с вами это сделаем. Почему я купила этот набор, да? У меня был большой набор, копия Дименшинс. Но я потом купила Дименшинс в оригинале. А наборчик этот от Ами Шоп хотела продать. Все-таки мне хочется Дименшинс вышивать в оригинале. Но вот эти игрушки, они раритетные. И эти наборы на просторах интернета можно купить с рук. Там что-то цена была какая-то нереальная. Десять тысяч или восемь тысяч, я уже не помню. Может быть, и есть места, где можно купить дешевле. Но мне не попадалось дешевле. Но покупать за восемь-десять тысяч, конечно же, я не буду. Этот наборчик стоит гораздо дешевле. Ссылочку тоже оставлю. Можете перейти посмотреть. В зависимости от курса доллара, конечно же, цена меняется. За тысячу рублей я купила этот набор. Я не знаю, когда вы будете смотреть это видео. Возможно, через три месяца, через полгода и цена меняется. Но я купила за тысячу рублей. Тысячу рублей за такой набор мне, конечно же, не было жалко. И очень интересна комплектация этого набора. Сейчас будем вместе с вами смотреть. Я буду вскрывать с вами. Вот сейчас прям на камеру. Заранее не разглядывала. Поэтому, возможно, будут у меня какие-то глупые вопросы. Вот, смотрите, так упакована. Шуршащая бумага. Сейчас сниму ее без вас. Бумагу сняли. Видим такую папочку. Папочка, как во всех наборах Амишоп. Классная. Потому что такие папки я покупаю отдельно, куда складываю свои процессы. А здесь уже все предусмотрено. И смотрите, что интересно. Есть синтепух для наполнения игрушек. Я никогда не видела в наборах синтепух. Мы его идем покупать отдельно. Причем отдельно у нас по чуть-чуть не продают. И мы купили. Он же легкий, да. И купили. Вон на балконе лежит этот пакет огроменный. Занимает много места. А здесь как раз для игрушек. Использовала и все. Потому что каждый день мне этот синтепух не нужен. Порадовала. Сразу скажу, это плюс. Мелочь, а приятно. Тоже в шуршащем пакетике. Вскрывать не буду. В принципе, все понятно с синтепухом. Я думаю, там никаких вопросов нет. И вижу вот такую красоту. Обалденная красота. Это шнуры. Посмотрите, какие шнуры. Ну, понятно, что здесь в игрушках они используются. Они нереально красивые. Блестят. Не знаю, какие в оригинале. Но эти не хуже. У Светланки Абакаровой было видео. Девчонки навстречу приносили игрушки от Амишоп готовой. И от Дименшенс. И сравнивали их. И отличий практически нет. Именно поэтому я решила заказать такой набор в Амишоп. У Амишоп много игрушек копии Дименшенс. Я оставлю также под видео ссылочки. Ну, вот сейчас уже вижу, что набор классный. Не разочаровал меня набор. Вот видите бисер. Бисер вполне можно заменить на чешский. Здесь его немного. Этот бисер мне однозначно не нравится. Он неровный. Вряд ли буду я его пришивать. Ну, один пакетик бисера это вообще не проблема. Если учесть стоимость набора. Слушайте, если отдельно покупать вот такие шнуры, они очень дорогие. Я думаю, если бы я попыталась такой набор собрать сама и где-то скачать схему, то я бы не нашла такие шнуры. У нас в городе это точно. Пришлось бы заказывать через интернет. В общем, вот такие разные. Раз, два, три. Три вида разных шнуров золотистых. Конву, девочки, можно выбрать на сайте. Обратите внимание, там есть 18-е, 16-е. Я выбрала 18-ю, как в оригинале, потому что огромные игрушки мне не нужны. Для меня, конечно же, тяжело вышивать на 18-й конве, на 16-й мне комфортнее. Но куда я потом буду вешать эти огромные игрушки? Ну, в общем, решила заказать, как в оригинале, конву 18-го каунта. Так, конва. Конва китайская, она очень жесткая. Я и раньше обращала внимание на эту конву. Так, вот в одном месте дефект небольшой. Так, ну здесь не страшно. Первый раз так попалось. У меня до этого все было идеально. Но, в принципе, на любой конве иногда бывает. В целом, в целом, конва хорошая, нормальная. Ну вот, есть какие-то небольшие погрешности. Так, конва нарезана. Конва уже нарезана, смотрите, для разных игрушек. Вот она вот так нарезана. Здорово. 18-я конва я не скажу, что очень-очень жесткая. Ну, более-менее такая нормальная. Так, нитки. Ниточки на двух планшетках. Здесь написано номера. Я нумерую 1, 2, 3, 4, 5. И также потом нумерую в ключе. Я и в Dimensions так делаю. И здесь так сделаю. Ну, в принципе, нитки, вот, я не скажу, что они какие-то неприятные на ощупь. Нет, вроде они нормальные. Вот. Сейчас мы с вами проверим эти нитки. Так, по технике безопасности все лишнее сейчас уберем. Сейчас будет смертельный номер. Будем поджигать. Специально красивую зажигалку купила. Я не курю, но обжигаю ленточки, когда вышиваю лентами. Поэтому мне зажигалка нужна. Так, осторожно, камера. Ниточки горят. Горят нормально. Не плавятся. Смотрите. Ниточки нормально горят. Смотрите, абсолютно нет никакого пепла. Говорят, что нитки синтетические, они плавятся. Похоже, что это действительно хлопок. Вообще нет никакого неприятного запаха синтетического такого. Не знаю. Мне кажется, что нитки хлопок. На мой взгляд, хлопок. Вот видите, я руками их разделяю. Они не оплавились, они не слиплись. Все эти признаки говорят о том, что нитки хлопковые. Вот так, девчонки. Давно хотела это сделать. Давно хотела проверить. Нарезка ниток очень длинная. Многие не любят короткую нарезку. Здесь очень длинная нарезка. Перемерять сейчас не буду. Но нарезка такая же, как у Dimensions. Причем сложена вдвое. Ой, слушайте, если учесть, что вдвое. По-моему, даже длиннее. Стержни. Вот такие два стержня в комплекте. Нити вдеватель. Две иглы. С золотым ушком. И говорят, эти стержни хорошие. Но, в принципе, у меня есть маркер. Я еще не пользовалась этими стержнями. Приятный бонус такой к набору. То есть доставай, все размечай и сразу вышивай. Говорят девчонки, что хорошо эти стержни потом смываются. Так, ну и схема. Схема, схема. Немножечко помялась. Ну, понятно, ехала так долго и далеко. Еще и набор там с синтепоном. С синтепухом. Вот такая схемка. Слушайте, схемка обалденная. Неяркая. Очень похожа на схему Dimensions. А все на отдельных листах А4. Очень я люблю отдельные листы А4. А листы достаточно плотные. Схему близко показывать не буду, потому что производители не разрешают это делать. Но в целом обалденный набор, девчонки. Вот без нареканий. Без нареканий, если не учитывать вот эти небольшие дефекты на канве, которые в принципе зашьются. Которые зашьются. Вот такие будут красивые игрушечки. Классненькие. Здесь они нарисованы без окантовки. Здесь вот кант золотой по краю должен быть. Ну, в общем, Маринка Проко вышивала. У нее подробно есть все вот о таких игрушках. Но она оригинал вышивала Dimensions. Очень мне понравились эти игрушки. Особенно впечатлила елка Марины, которая до потолка была высокой и наряжена игрушками. Ну, в общем, я под впечатлением. Хотя, конечно же, я заказала этот набор заранее. Елку увидела уже позже. Но игрушки я у нее видела-то и в прошлом году. В общем, обалденные игрушки. Классные покупки. Я полностью ими довольна. На этом с вами прощаюсь. Еще раз напоминаю, все ссылочки в описании. С вами была Инесса. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok